И Святаго Духа. Аминь. Смертью и смерть поправ, И сущим во гробе живо даровав. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал причистыми устами Твоими, что без Тебя мы не можем делать ничего. Веруем в Твои слова, Господи, и молим Тебя, помози нам все дела, а нами начинаем о Тебе самом совершить. Не дай нам, Господи, уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания слов священного Твоего Писания. Помоги, Господи, провести эти занятия, чтобы оно было на пользу слушающих и на пользу ведущего. Ибо на Тебя мы, Господи, уповаем и Тебе славу высылаем, Отец, Сын и Святой Дух, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Так, мир всем, Христос воскресе! Сегодня 17 мая 2024 года. И мы в прошлый раз начали новую книгу «Первое послание апостола Павла к Тимофею». И сегодня мы будем... Мы вчера прошли пять стихов, не вчера, а позавчера, где апостол, как обычно, приветствует Тимофея. И мы говорили, что он учит его не как ученика, а как учителя, то есть как наставника. Вот. И говорит, что... Отходя в Македонию, я просил, говорит, тебя, Тимофей, прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. То есть, кто такой вообще епископ? Епископ — это переводится как, с гречки, как надзиратель. И апостол Павел ставит Тимофея. Для чего? Чтобы он надзирал, смотрел, чтобы... Где не закрался какой-либо волк и не привнес какую-либо ересь. Вот. И он говорит, чтобы они не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Главное, цель — это нужно для учителя, чтобы назидать в вере Божией пастух свою. А цель увещевания — есть любовь, говорит, от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Братья, если есть у кого возможность, сделайте, пожалуйста, демонстрацию, потому что у меня планшет, он не тянет, к сожалению. Вот. И подключите, пожалуйста, вот «Любовь» от Нашивкина просит у других, у кого есть возможность. Ну всё, переходим к шестому стиху. Первая Тимофея, первая глава, шестой стих. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие? Отчего? О чём здесь речь? Ну о том, что я, говорит, тебя просил, чтобы ты занимал, смотрел за теми, чтобы не увещевать некоторых, говорит. Чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. И вот некоторые отступили от веры и от цели главной, от главной цели увещания, то есть любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной любви. Вот отчего, говорит, некоторые отступили, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Толкование блаженного феофилакта. Слово «отступив» употребляется от тех, кто плохо стреляет. Что значит, кто плохо стреляет? Поэтому и говорит феофилак. И здесь, говорит, нужно искусство для того, чтобы прямо бросать, а не мимо цели. Что значит, ну да, это мы сейчас поговорим. Но некоторые отступили от любви и веры, и вследствие этого уклонились в пустословие. А как это происходит, он прибавляет следующее. Ну и, соответственно, давайте сразу этот стих зачитаем, седьмой. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». То есть они учат, но сами не разумеют того, не вникают. Ну и вообще им, может быть, это не открыто, просто по грехам поехали. Потому что, чтобы понимать Священное Писание, нужно чистое сердце. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждает толкование блаженного феофилактора». То есть страдая властолюбием и страстью к славе. Вот у них сердце было заражено не ревностью о вере Божией, не ревностью о благовестии, распространении Слова Божия. Нет. Их цель была властолюбие. Даже не то, что неправильно сказал, цель не властолюбие, а цель властвовать, может быть. То есть они страдали. Тут и не зря сказано. Почему такое страсти? Страсти от слова «страдать». Вот мы читаем, допустим, «Исцели страстную мою душу» от слова «страсти». Когда человек заражен какой-то страстью, например, пьянством, курением, сквернословием, ну и другими различными грехами, он на самом деле страдает. И страдать можно также и властолюбием, и страстью к славе, говорит. «Они, продолжает Феофилат, не были бы такими, то есть они не были бы такими слепыми, что ли, если бы имели любовь и веру, а любви и веры они не имели, к сожалению». Здесь Павел обвиняет их, этих отступников, в том, что они не знают ни цели закона, ни времени, до которого ему предназначено было властвовать. О чем здесь речь? То есть, они учили, что нужно соблюдать Моисеев закон. Они как бы не говорили, что Христос – это мошенник, но говорили, что иудей должен соблюдать Моисеев закон. Да, язычнику говорить не надо, может быть, а иудей должен. И вот Павел обвиняет этих людей, этих смутиянов, в том, что они не знают ни цели закона, а цель закона какая? Цель закона – это указать на Христа в конечном итоге, приготовить людей ко встрече со Христом. Они не знают, здесь Павел обвиняет этих уже учителей в том, что они не знают ни цели закона, ни времени, до которого ему предназначено было властвовать. А вот вопрос, кстати, у меня в связи с этим. А до какого времени Моисеев закон должен был властвовать? Пожалуйста, у кого есть ответ на этот вопрос? Ну, вопрос не особо трудный, на самом деле. До прихода Иисуса Христа. Я думаю, до крещения Иисуса Христа. Даже, ну, правильно сказал кто-то более точно, до прихода Иисуса Христа. До прихода. Вот, но тут еще вопросы могут еще быть, ну, да, до прихода Иисуса Христа, совершенно верно. До, может быть, даже точнее, если говорить, до сошествия Святаго Духа. Господь говорит, если я не пойду, я знаю, что вы скорбите, чтобы я пошел, мне надо идти. Но если вы должны понять одно, что если я не пойду, я не смогу вам послать Духа иного утешителя, и поэтому я пойду и пришлю вам иного утешителя. И потом Он говорит, утешители, а потом Он говорит, дерзайте, ибо Я с вами во все дни до скончания века. Почему? Христос же ушел, а Духа Святого послал. Почему Он с нами? Вопрос. До скончания века, если Он ушел, а Духа Святого послал. Это мы, кстати, об этом говорили на прошлом занятии. Кто внимательно слушал, тот может дать ответ на этот вопрос. Еще раз повторю, почему Христос говорит, что если я не уйду, то я не смогу вам Духа Святого поставить. И Он ушел, и апостолы проводили Его. Помните, когда Он возносился? И они стояли, пока облако Его не скрыло полностью. А потом Он говорит, дерзайте, я с вами во все дни до скончания века. Как это понять? Там у тебя одно лицо Троицы, и там полнота. Совершенно верно, сестра. Да, потому что мы веруем и исповедуем Троицу единосущную, как поет Святая Церковь, как догмат церковный говорит, и нераздельную. Где Дух Святой, там Сын. Где Сын, там Отец. Где Отец, там Дух Святой и Отец. Благодарю. Но может быть, продолжает Феофилак Болгарский, может быть, те люди грешили по неведению. Это тоже не надо упускать. И потому не заслуживают осуждения, спрашивает Феофилак. Может быть, эти смутьяны, нересиархи, грешили по неведению, и потому не заслуживают осуждения? Нет, говорит, отвечает. Их неведение произошло от властолюбия и от того, что они не имели любви. Ибо, говорит, желая быть законоучителями и законодателями, они не обращают внимания на истину. Так что они сами виновны в своем неведении. Главное, вот это нужно понять, что они, желая быть законодателями и законоучителями, не обращают внимания на истину. Они занимаются учением, но не ревнуют об истине. Им главное, чтобы их слушатели поддались их влиянию и слепо следовали за ними. Поэтому очень важно пастырю ревновать об истине. И святитель Кирилл Иерусалимский сказал, «Если слово моё не соответствует словам священного Писания, не верьте мне, так же мы должны это всё приписывать любому пастырю, священнику, учителю. Если он учит, у него может быть харизма. Но если его слово не соответствует священному Писанию, мы не должны его принимать». Почему? Потому что Господь говорит, не надейтесь на князя, на сына человеческие. В них нет спасения. Надеяться нужно на Господа и на всё смотреть во свете Святой Библии. Поэтому они, не обращая внимания на истину, сами, говорит Феофилакт, виновны в своём неведении. Они сами виновны. О чём же они утверждают? Может быть, об очищениях и разных других телесных действиях, соблюдавшихся по закону. Закон имеется в виду Моисея. Моисеев закон. Восьмой стих. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Видите, как им преподносили эти враги на самом деле? Враги. Хотя они говорят, что надо закон соблюдать, типа ревнители закона Моисеева. И они говорили, пастре говорили, апостол Павел вообще, он против Моисеева закона, он иудей, и вас отвращает от закона. А закон, говорит, дам Господа. Поэтому, а он воюет, говорит, с законом Моисеева. А это хуже всего. Иудей, он не может принять это слово, что Моисеев закон, его не надо принимать. И они извращенно преподносили, что якобы Павел противник закона. И здесь он говорит, а мы знаем, что закон добр. Моисеев закон. Если кто законно употребляет его. То есть, а Павел им, как бы парируя, говорит, что как раз вы, закон Моисеев, тем самым законно не исполняете. Почему? Потому что закон, он, как мы сейчас вот задавали вопросы, получили ответ, он действовал до Христа. С приходом Христа закон заменен, Моисеев закон, заменен законом Духа и Благодати. Все. Закон Моисеев сказано. Есть где-то водитель ко Христу. Это, кажется, у Галатов написано. Так, вот у нас сестра Девора приводит Псалом, 18 стихи с 8 по 9. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Откровение Господа верно. Умудряет простых. Поверения Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла просвещает Отче. К чему сестра этот стих привела? Ну, очевидно, что на слова апостола Павла, который говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Давайте прочитаем толкование блаженного Феофилакта. То есть, если кто не только изъясняет его на словах, но и исполняет на деле. То есть, этим самым он дает намек, что эти законоучители, в кавычках, они исполняют закон только на словах, но не на деле. А когда ты на деле закон не исполняешь, то пользы это не приносит никакой человеку. Потому что для чего дам? Для того, чтобы исполнить его. А не то, что ты знаешь и блистаешь. Потому что, говорит, знание надмивает, а любовь наседает. «Ибо кто изучает постановления закона и не исполняет их, говорит Феофилакт, тот беззаконно пользуется законом». Ну вот, Феофилакт подтверждает наши слова. «Или иначе, законно пользуется законом тот, кто приводится им, законом, ко Христу». Почему? Ну, потому что цель закона – привести человека ко Христу, привести народ Божий ко Христу. «Закон, не имея...» А здесь он ко Христу привел, а они говорят, «Нет, надо Моисеев закон соблюдать». Все. Они заблудились. Почему? Потому что сердце их нечистое. Потому что они не за истинной гонятся, а за славой и властолюбием. Закон, не имея силы руководить или оправдывать, препровождают ищущего праведности ко Христу. И это есть его цель. Цель закона – привести ко Христу, как я сказал. Так что законно, то есть так, как поверевает сам закон, пользуется законом тот, кто закону предпочитает Христа. То есть кто отвергает закон Моисеев и принимает Христа, тот пользуется законно законом Моисеевым. Такая мысль у апостола Павла и Феофилакта. Девятый стих. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскорненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц. Давайте это в контексте прочитаем с предыдущим стихом. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскорненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц. Толкование блаженного Феофилакта. Потому что он... Кто он? Потому что он не дожидается того, чтобы закон научил его тому, что нужно сделать. Это он знает и не боится наказания. Под праведником здесь разумеет того, кто достиг совершенства в добродетели. Кто не из страха перед законом, а ради самого добра ненавидит зло. Кто становится весь добродетелью и совершает больше, чем требует закон. Считая недостойным руководиться тем, что угрожает ему наказанием. Но, живя мужественно, добродетелью, становится выше всего свойственного детям. Подобно, как и врач полезен для того, кто имеет раны и кто болен. А не для того, кто здоров. Или удилы необходимы для лошади, не спокойной, а не для тихой. Апостол перечисляет грехи по видам, чтобы заставить виновных устыдиться исключительно следованию закона. А таковы именно и были иудеи. Они как раз и исключительно следовали закону. Иудеи постоянно кланялись идолам, говорит Феофилак, приносили богам в жертву детей, покушались побить камнями Моисея, руки их обогрены кровью. Не нечестивцы ли они и человека-убийцы? Найдешь в них и все остальные пороки, если проследишь их историю. Поэтому-то и дан им закон, чтобы он сдерживал эти пороки. Об этом и в другом месте он говорит. Закон дан после, по причине преступления. То есть закон там, Галатам 3 глава 19 стих. Закон-то бы, он бы и не был дан на самом деле. Моисеев. А для чего дан был закон? А праведникам, как уже не склонным к преступлениям, закон не необходим. Потому что праведник, у него сама стихия, сама природа, он уже искоренил все греховные привычки. У него насажены только хорошие привычки. Он следует им. Он идет путем добродетели. И греховные чужды ему. Но не в плане того, что к нему греховное не может. Нет, он просто настроился на эту волну. Не совершать грех. И твердо стоит на этом. Как сказано... В первом послании Иоанна 3 глава 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Семя Божие пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. И 5 глава 18 стих. Читаем. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Почему? Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть не значит, что они в другой плоти. Нет, он просто хранит себя. Всемирно. И Господь в этом ему помогает. И лукавый к нему не прикасается. Так, 10 стих. Дальше апостол Павел перечисляет, кому, для кого закон. То есть там он одну часть перечислил, и дальше он перечисляет для блудников, необходим закон, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников, и для всего, что противно здравому учению. Вот для них положен закон. Моисеев. Толкование. Хотя и сказано было достаточно, однако для полноты содержания апостол сказал и вообще, и для всего, и для всего, что противно здравому учению. Потому что там можно перечислять бесконечно. Отсюда становится ясным, что доступ такие страсти получают от искаженных догматов, ибо все они, искаженные догматы, противны здравому учению. Одиннадцатый стих. «По славному благовествованию блаженного Бога, которое мне вверено». Это говорит апостол Павел. То есть ему вверено благовествование. Толкование блаженного феофилакта. Так поставь это место в связь со словами «противно здравому учению», которые бывают по благовестию. А благовестием славы Павел называет это учение ради тех, которые стыдятся, гонений и христовых страданий, показывая, что как страдания Христовы, так и гонения составляют славу Христа. Или еще потому апостол называет Евангелие благовестием славы, что намекает на будущую славу. Ибо если, говорит настоящее, наше состояние и исполнено стыда, зато будущее славно. Ну, по-мирски же как, вот допустим, ты живешь, отдаешь Богу десятину. А за то, что ты следуешь Христу, ты гоним в этой жизни. И по-мирским меркам ты как будто бы, ну, дурачок или как бы бесславный. Славы нет, ты глупый человек. И здесь апостол говорит, что вам нужно ревновать не об этой земной славе, а о славе будущей, которая не прекратится. Почему? Потому что временное вечно, видимое, временно, а невидимое вечно. И вот здесь толкователь говорит, что еще апостол намекает и называет Евангелие благовестием славы, что намекает на будущую славу. Ибо если, говорит, настоящее наше состояние и исполнено стыда, по мнению, так скажем, неверующих, большинства людей этого мира, зато будущее наше состояние, оно славных, а грешники будут постыжны, мы это знаем. И эту славу возвещает нам Евангелие. Ибо все благовестие относятся к будущему, а не к настоящему времени. То есть Евангелие, мы должны понимать, оно духовно полностью. Там нет ничего материального. Там сплошь один дух. Как Христос говорит в Евангелии от Анны, слова мои, суть дух и жизнь. Нету там ничего плотского. И эту славу, поэтому плотские люди, они не принимают Евангелие. Вот начинаешь, когда благовествовать, людям говорить, они сразу начинают, зачем ты мне сейчас испортил настроение, там, еще, там, и прочее. Ну, потому что в Евангелии нет ничего такого, что бы утешало плотских людей, у которых цель – это именно временная жизнь, материальная, плотская жизнь. А кто ревнует о вечности, кто думает о том, что он умрет и ему нужно будет дать ответ Богу, тот принимает Евангелие, такой человек. И эту славу возвещает нам Евангелие, говорит Феофилак, ибо все благовестие относится к будущему, а не к настоящему времени. Ну, вот это и я сказал, то, что Евангелие, оно, в нем нет ничего плотского, а все духовное, то есть к будущему. Или еще апостол говорит здесь о служении Богу, которому научает нас Евангелие, по славному благовестию блаженного Бога, который мне верен. Мне верен, а не лжеапостолам, про которых мы говорили выше. Вот этих лжеапостолов Евангелие, их Евангелие есть Евангелие без славы, а мое, говорит Евангелие, это Евангелие славы. Такую мысль апостол Павел доносит до слушающих, ну, правильно сказать, до Тимофея. 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Апостол Павел постоянно благодарит Господа. Толкование блаженного Фейхилакта. Так сказал, которое мне вверено, то есть благовестие ему вверено. Так как сказал, которое мне вверено, то, чтобы не показалось, что Он тщеславится, поэтому к Богу все относит и говорит. «Благодарить должно того, кто дал мне силу на то, чтобы я был в состоянии принять на себя такое бремя». Я вот хочу как пример Игната Тихоновича привести. Он говорит, что многие же упрекают его, дескать, за чего он постоянно Игнат Тихонович хвалится. Это люди невнимательные говорят, потому что он не своими достижениями хвалится. Это все не я, все Господь. Он приписывает подобное апостолу Павлу, который тоже говорит, что «благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего». То есть Христос ему дал эту силу. Иоанн Златоуз говорит, что никто из святых так не потрудился, как апостол Павел. Он был очень ревностный, он очень был трудоголиком в деле благовестия, в деле служения Господу во всех смыслах. И он говорит, «благодарю Господа, что Он признал меня верным, определив на служение». Так, сестра Девора приводит 117-й псалом с 14-го по 17-й стихи. «Господь, сила моя и песнь, Он сделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Ясница Господня творит силу. Ясница Господня высока. Ясница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Вот, «Ясница» — это, значит, правая рука церковно-славянское слово, и мы видим, что синодальный наш перевод, наш дорогой, любимый, ценный, он наполнен славянизмами, словами. Так и бы перевели вот эти толкователи, такие как, кстати, вот это вот перевел Псалтирь, перевел Герасим Павский, протерей. Он учил, он писал учебники чистокровным еврейским детям. То есть, это надо полностью владеть языком, полностью, быть суперспециалистом в этом деле. Сестра Девора пишет, «Возвещать дела Господни, то есть, благовествовать». Интересно для Давида было смыслом, интересно для Давида возвещать было смыслом жизни и благовестия. Часто встречаю это в Псалмах. Видите, сестра Девора, она делает такое заключение, это я почему сейчас сообщение брата Александра пропустил, потому что, чтобы мысль была закончена, а сейчас я к его сообщению тоже вернусь. Она как бы дает комментарий, что приводя вот эти стихи, говорит вот эти стихи, везде складывается такая, как я понимаю, складывается такая мысль, что Павел везде ревнует о благовестии. И жизнь, говорит, ой, не Павел, а Давид, и жизнь его была смыслом, смыслом жизни царя Давида было благовестие. вот так, сестра дает замечание, исходя из того, что она часто встречает эти слова. Брат Александр Шацкий приводит 1 Коринфянам 15, глава 10, стих. «Но благодатью Божию есть то, что есть и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». И дальше он пишет, брат Александр, «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатья моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12, глава. И поэтому те, кто обвиняют Игнатия Тихоновича, они просто не понимают, не читали ни его книги, ни его, не слушали его проповеди, не разговаривали, не общались с ним, просто голословно обвиняют и все. А голослово обвинять это может каждый. «А ты покажи, говорит апостол Иаков, мне делу без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моей». То есть ты обвиняешь, но ты обоснуй свои слова, в чем он, где он расходится и где он не вправ со священном писанием. Ничего сказать не можешь, только поносишь, только на каждых почках, как говорится, и все. А Златовус говорит, ты сам себя позоришь, а не другого, когда ты злословишь человека и причем зря. так, а мы продолжим, давайте зачитаем толкование на этот 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Толкование блаженного феофилакта. «Так как сказал, которое мне вверено, то, чтобы не показалось, что Он тщеславится, относит все к Богу и говорит, благодарить должно того, кто дал мне силу на то, чтобы я был в состоянии принять на себя такое бремя». В самом деле, нечеловеческой силе было свойственно стоять против ежедневных опасностей, угрожающих смертью. Таково истинное смирение, наше же смирение на словах, а не в глубине души. чтобы не сказал кто-нибудь из неверных, если все принадлежит Богу и ничего от нас не привносится, то почему Он сделал таким Пабло, а Иуду таким не сделал, чтобы Он не сказал, ну, тот человек, например. Апостол, устраняя это возражение, говорит, не просто так укрепил меня Бог, и не без усмотрения, но потому, что я оказался верным. И ты будь верным, и тебя также Бог укрепит. А если ты не будешь верным, и Бог тебя не укрепит, потому, что это будет несправедливо по отношению к тебе со стороны Господа. Будь верным, верным. Господь говорит, будь верным, верен до смерти, и я дам тебе венец жизни в апокалипсисе. Даже не так сказал, но Он признал меня верным, опять скрывая свои заслуги. То есть Павел очень скромно скрывает свои заслуги. То есть Господь признал его верным. Не утверждая, говорит, что я был верен, но что Он признал меня таким. Откуда это видно? Из того, что Он поставил меня на служение. Ибо как бы Он поставил меня, если бы не увидел во мне способности? Как бы Он поставил меня, если бы не увидел во мне способности? Логично? Логично. Это подобно тому, как в домах управляющие воздают благодарность своим господам за вверенное им управление, которое они поставляют признаком того, что господа считают их более достойными доверия, нежели других. И Бог о Нем, то есть о Павле, говорит так, Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое. Деяние, 9 глава, 15 стих. Таким образом, он был годен только для проповеди, но чтобы и делом совершить, таким образом, Павел был годен только для проповеди, но чтобы и делом совершить то, к чему признан годным, на это он приял силу от Бога. То есть Павел оказался заслуживающим доверия своему господину. Господин, я здесь Бога называю. И поэтому он как заслуживающий доверия получает от Бога поэтому силу, чтобы потрудиться по благовестии. Таким образом, он был годен только для проповеди, годен только для проповеди, Павел, но чтобы и делом совершить то, к чему признан годным, на это он принял силу от Бога. И Игнат Тихонович это все прекрасно понимает. Ибо кто намерен проповедовать имя Христово, великое имя, с тем, чтобы посредством проповеди запечатлеть его в душах верующих, тот имеет нужду в немалой силе. В немалой. совершает это тот, кто во всем достойно его и мыслит, и говорит, и делает. Кто не таков, тот не совершен. Ибо как может проповедовать Христа тот, кто не имеет все цело в себе в самом Христа? Таким образом, во всем Павел был верен и ничего не приписывал себе из того, что принадлежало Господу, напротив, и свое собственное называл Божием. Я потрудился более всех, не я, впрочем, а благодать Божия. 1 Коринфянам 15, глава 10 стих и многое подобное тому. И дальше Павел говорит, 13 стих «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Толкование блаженного Сеофилакта «Смотри, как он, описывая прежнюю свою жизнь, превозносит милость Божию». И вот, брат Александр, вот пока мы не стали читать толкование, давайте зачитаем его присланные им стихи из Деяния, 26 глава, с 9 по 11 стихи. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Видите, как апостол Павел говорит от себя, какое смирение. 9 глава Деяния, 5 стих. Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я, Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». И вот здесь, в этом стихе, в 13, который мы проходим, Павел говорит, «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». То есть, с одной стороны, мы видим, что Павел очень смиренный человек, он открыто говорит, что да, он так поступал раньше. Но с другой стороны, здесь немалая похвала заключается. А в чем она заключается? А в том, что он поступал так ненамеренно, а по причине того, что он находился в неведении и в неверии. Давайте прочитаем толкование блаженного Феофилакта. Смотри, как он, Павел, описывая прежнюю свою жизнь, превозносит милость Божию. Даже когда он говорит об иудеях, достойных всякого презрения, он ничего такого не приписывает им. О себе же самом так повествует. Не только говорит, «Сам я был хулительным и не только в себе укреплял зло, но еще преследовал тех, которые хотели жить благочестиво и не просто делал это, но с особенным ожесточением. Показывает себя достойным наказанием, хотя, говорит, милость Божия бывает и к таким людям. Почему же и другие иудеи не были помилованы? Если Павел был помилован, а почему другие иудеи не были помилованы? Резонный вопрос, да? И Филак дает ответ на этот вопрос, потому что эти иудеи, внимание, не по неведению, а вполне сознательно грешили. Ибо многие уверовали в него. Это Евангелие там, 12 глава 42-го по 43-й стих речь об иудеях. Ибо многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. А как Игнать Тихонович постоянно это частенько говорит, что Богу нужно служить не абы как, не на 99%, а на все 100%. И Христос говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Иоанна 5-я глава 44-й стих. И сами иудеи говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за Ним. Иоанна 12-я глава 19-й стих. Ими всегда руководила страсть любоначалия. Иудеями всегда руководила страсть любоначалия, говорит Ефилак, толкуя апостола Павла. И опять сами сказали кто может прощать грехи кроме одного Бога? Лука 5-я глава 21-й стих. Тогда Иисус немедленно совершил то, в чем они поставляли признак силы Божией. Итак, почему же они не уверовали? Неужели поневедение? Но, может быть, кто-нибудь скажет, где же был тогда Павел? А вот Павел-то как раз был у ног Гамалиила, который не имел ничего общего с мятежной толпой. И в православных святцах вы можете посмотреть, Гамалиил признан в реке святых. В будущем он по преданию примет христианство и станет святым. То есть, когда те постоянно задавали всякие вопросы, суетились, грешили, апостол Павел находился у ног Гамалиила. Гамалиил занимался своими собственными делами, когда мятежники беззаконничали. Каким же образом после этого Павел заключал в темницу? Тоже резонный вопрос появится. То есть, мы же смотрим на дела, а Павел в любом случае заключал христиан в темницу. Кто такой христианин? Это человек Божий. И Феофилакт отвечает на этот вопрос. На вопрос, каким образом после этого Павел заключал в темницу? он видел, что проповедь распространяется. Почему он находился у ног Гамалиила, слушал закон и после этого заключал в темницу еще? Он же ревнитель, говорит, закона был. А дело в том, говорит, что он видел, что проповедь распространяется и наконец его побуждала к этому ревность по законе внимания. А иудеи делали все из властолюбия. Есть разница? Он закон исполняет Моисеев. Когда не надо было уже его исполнять, он исполняет по причине ревности. Но еще нет у него знаний. Дух Святой ему еще не дал, это не открыто пока до времени было. А он полностью искренен. Он думал, что он правильно Господу служит. Именно чтобы ни одна йота, ни одна черта не пришла от закона. А иудеи говорят, все делали, исполняли в кавычках закон, только из не просто ревности по Богу, по закону, а из властолюбия. Им закон-то на самом деле не нужен. У них другая цель была власть. Но как же Павел задает другой вопрос Феофилак Болгарский. Как же Павел, будучи столь сведущ в законе, не познал Христа через Писание? А ведь действительно только Писание нам открывает Господа. Потому что мы читаем в постлане Кремленном, что вера отслышания, отслышания от Слова Божия. И вот задает Феофилак вопрос, ну как же Павел, будучи столь сведущ в законе, то есть в Библии по-нашему сказать, на нашем языке, а Иудей не познал Христа через Писание. Почему так произошло? И дает ответ. Он, то есть Павел, зато и осуждает себя, что страдал неведением, которое происходило от неверия, ради чего, говорит, и помилован. Только ради этого. То есть он не был лукавым. На слова проповедь распространяется Игнатий Тихонович дает комментарии краткие, а даже не краткие, нормальненькие такие. Стоит почитать выступления делегатов православных конгрессов, форумов не на выбор, и не найдешь этих слов в отчетах. Проповедь распространяется. Эти слова могут сказать сектанты, заполнившие Россию. Любые самые экзотические. Они идут от дома к дому, от селения к селению, и их проповедь распространяется. Проповедь сектантов. Мы не говорим, что сектанты надо их проповедь внимать. Нет, конечно, просто мы должны, ну, хотя бы, как минимум, если мы должны превзойти даже книжников и фарисеев во всем, в чтении, в десятине и так далее, то как мы должны превзойти обычных сектантов, юридиков, которые находятся вне церкви. То есть, они как бы будут в укор нам ставиться. Они, находясь вне церкви, ходят и распространяют Библию. Да, они не знают толкования этой Библии, но, тем не менее, Бог через них людям дает Библию. Но вот эту Библию мы принимать от них можем, потому что Библию, во-первых, писали, ну, она написана Духом Святым, но, вот, допустим, у нас в России Библия распространяется с синодальный перевод сектантами, птистами, те же вот братья Гедеоновы, они это полностью копия с синодального перевода, который перевели православные, четыре духовные православные академии. Да, и давайте прочитаем комментарий Игнатия Тихоновича. Стоит почитать выступления делегатов православных конгрессов. форумов не на выбор и не найдешь этих слов в отчетах. Проповедь распространяется. Эти слова могут сказать сектанты, заполонившие Россию любые самые экзотические. Они идут от дома к дому, от селения к селению, и их проповедь распространяется. Пока православное учение не будет распространяться в чистом виде по Евангелию, в представлении людей православие будет казаться тьмой суеверий, о Библии, позабытой и заброшенной книгой. Святитель Феофан Затворник говорит, «Горе вам, что затворяете Царство Небесное Человека». Матфея 23, глава 13, стих. Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснять им, что нужно для спасения души. Вот эти вот слова Феофана Затворника, их нужно правильно прочитать, чтобы правильно понять. Давайте еще раз. Он говорит, приводит стих Писания, Матфея 23, глава 13, стих. «Горе вам, что затворяете царство небесное человеком». И Феофан Затворник говорит, это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, эти слова, не только архиереям, но священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснять им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет правильно. Другая хоть и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать, должен считать, совершенствовать взрослых познание христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и никак будет удобнее. Конец цитаты Феофан Затворника и конец комментарий Игнатия Тихоновича. Вот эти последние предложения, я думаю, стоит повторить, чтобы оно мимо нас не прошло. Что говорит Феофан Затворник? Он говорит, священник первым делом своей совести должен считать, совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобнее. Так, у нас в сообщениях пришли стихи, брат Александр приводит Евангелие Таана 9 глава с 39 по 41 стихи и сказал Иисус на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? И Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Это брат Александр привел в связи с тем, что, когда мы говорили, что апостол Павел гнал христиан исключительно по ревности, по закону, иудеи не ревновали, они руководствовались властолюбием, то есть они знали, что делают неправильно, делают, но были лукавы. И брат Александр приводит Луку, 12 глава, 47 стих, раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. То есть это к чему сказано, потому что это вот выше обратный привел стих Писания, что оно так, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. И поэтому большая ответственность будет лежать на таких людях. Так, у нас есть еще минут, три минутки, и давайте зачитаем еще 14 стих. Благодать же Господа нашего и Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе и Иисусе. Полкование блаженного Феофилакти. Сказав многое и великое о человеколюбии Христа, о том, что он его достойного самого страшного наказания помиловал, Павел теперь говорит, что он не только это даровал, но и удостоил его усыновления, сделал братом, сыном, другом и санаследником, то есть не только его Павла помиловал Господь, но ко всему прочему сделал, усыновил его, сделал братом, сыном, другом и санаследником Богом. Кого? Бога, Христа. Так обильно открылась благодать человеколюбия его. Но чтобы кто-нибудь не сказал, так как всюду благодать, следовательно, нет свободы воли. Как вот, ну, к примеру, например, я вот услышал среди мусульман, я такое слышал, что они говорят, что ну, вот, все, у тебя, говорит, ну, как бы, судьба такая. Ну, что на роду написано, как говорится, так и есть. Один родился святым, что бояться? Ну, живи, как от тебя не зависит. Но чтобы кто-нибудь не сказал, так как всюду благодать, следовательно, нет свободы воли, апостол Павел прибавляет с верой и любовью. Ибо веру, говорит, привнес я, уверовав, что он может спасти меня. То есть от человека не все нужно как бы, то есть про вышесказанное я сказал, что про свободу воли. Если ты Господу принесешь веру евангельскую, то соответственно ты будешь спасен, потому что вера, она зависит от тебя, а остальное все, все зависит от Господа. Ну, мысль такая просто, ибо веру, говорит, привнес я, Павел, говорит, то есть привнес я, апостол Павел, уверовав, что Господь может спасти меня. Он уверовал, он захотел и уверовал, а кто-то может быть не захотел и не уверовал, поэтому он не принесет Богу веру. И любовь также сам я приобрел во Христе Иисусе, потому что виновник моей любви к Богу, Христос, а не закон. Этим показывает, что с верой должно соединять любовь, ибо от любви зависит исполнение заповедей, как сказал Господь, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14.15. Братья, я всех благодарю. Время 15.00. Время вопросов и ответов. Время Игнатия Тихоновича. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, Бород Александрович. С миром. Вот ваше время, пожалуйста. Братья, задавайте вопросы. Вопросов нету, да? Тихонович, вопрос возник. Разрешите? Павел говорит. Давай еще говорить. Объявили, давай вопрос, это не теряй время. Где проходит грань между тщеславием и гордыней? И как отличить вот в себе вот это вот тщеславие, гордыню, чтобы не перейти вот эту грань? Вот и слова гордыню бы не знал, если бы не встречался, что говорят священники. У них так одно прелесть и гордыня, все. А сами абсолютно 57% канонов полностью нарушается. Моченые, которые подходят, нет, нет, крещеный. Крещеные не будут крестить даже, но ясно, что мошенники. И ни гордыни, ничего у них нету. Каждый творит, что выдумают. Этого нигде нету, в природе нету, ни при жизни человека, чтобы столько правил или как сказать то, что положено делать. Гордыня. А еще ты будешь гордыней-то мучиться-то. Яна была гордыня. Начинать это не гордость, а гордыня. Это же тоже различие есть. Вот Масленников, когда там разборы делает, где вот столько с этого записать надо все это мимо идет. Главный вопрос рождения свыше. Если человек не родился, его никак не заставишь все выполнять. Он будет все время спорить, не понимает. Здесь Бог будет тебя вести, открывать. Почему ты решил так? Не знаю. На ответ не знаю это означает поступаешь так, как другие не поступают. Бог это показывает. А чем гордиться-то или гордыня-то? Если ты в углу где-то сидишь, что-то маленькое сделал, тебя уже захлестывают. Ой-ой-ой. А если ты живешь этой жизнью христианской каждый день, и новые люди приходят через твое делать то, что ты делаешь, на небе радость такая, а тебе думать об этом даже нет. А вот возгордился, вот они за той-ка смотрят. От зависти все это. Братья продали Иосифа по зависти. Вот так какая зависть, что цветной халат ему отец шил. Пилат знает, что Христа преодолеть зависти. Они не могут это делать. И в этом свете, который Господь явил собой, это все поблекло. встретиться с настоящим христианином, когда бывает где-то другое, там, буддисты, мусульмане, я видел это дело-то. Они сначала раскрытятся, а потом сразу крылья поджимают, и все, нельзя. Нельзя так мыслить, ничего нет. Совесть его нисколько не осуждает. Совесть. Ты пробуди ее, она тебе сразу подскажет, не дядя. Почему Сарахов говорит, совесть твоя подскажет больше, чем всем наблюдателям за тобою. Не мучайся этим, Павел, ты гордиться-то нечем. И благодари Бога. Да, слава Богу, нечем гордиться. Где разница какая. Все это краснобайство. Работать надо, работать. Амулевский как писатал. Работай руками, работай умом, работай безустрей ночью и днем. А там что будет, то будет пускай так. Нужно работать мы дружно давай. Работать, не давать покоя себе. Со сном борись. Во всем экономии, значит, что у тебя на питание сколько уходит. А остальное на дело Божие. Вот даже которые тут получили подарки, книга, мне никто это не будет давать. Я должен где-то отработать, достать и видеть эти плоды. Что не начнешь, я говорю, вот это мы сделали, какая причина это. А человек когда ничего подобного не делал, он сразу вот он гордится, то другое. Ну давайте замолкнем. Грешный супергрешный, ничего нету. Почему Яков так говорит 2.18 покажи веру без дел, я вижу что дел никаких нету, божественных. Я покажу из дел, а какие? Как доктор Бочков Павел пишет, Павел, поместили семинаристов в наш журнале Покров. Слабкиным по-разному относятся, но тысячи людей, сотни, тысячи пришли к Богу через него и все в патриархию. Вы это куда денете? И сразу все, сдохла собака, ничего нету. А я об этом даже не думаю, все новые и новые люди приходят. Я вот с кем не разговаривал больше, ни у кого этого не было. Почему? Доверие Богу. Я говорю, ты как вел себя? Глеб Якунин, священник, не какой-то, депутат Верховного Совета, везде он был. Да никак там, сидят то в шахматы, играют то в пешки эти. У меня этого не было. День разбитый на пять шестей примерно. В каждой части час-полтора молитва. Псалтырь просчитывается за два дня, весь Новый Завет, за семь дней, тысячи поклонов. И сколько людей новых пришло. Первая ночь, первая ночь, что их еще там, только одно вызово. Вот я останусь здесь около косяка. Негде встать-то около косяка. А тут эти кровати, шконки, как называют. Он дымит мне в лицо. Я не помешаю молиться? Да, все по сумасу сходят по-своему. Все, я молюсь. А утром, говорит, семь человек становились на колени с вами вместе, молились. Там свет не выключается. Можем мы будем с вами молиться? Мы тут уже союз заключили, табак весь пустили в туалет. А сколько там прошло людей, какие были? Я с кем бы только не разговаривал. Ничего подобного не было. Почему? Доверия Богу нету. Водительство духом должно быть. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Каждый раз спрашивают, а почему ты решил иметь? Я не могу на эти вопросы отвечать. Я чувствую, чувствую, Бог посылает. Все. Если ничего человек не делает, то у него ничего не бывает. А у меня все время новые, новые события. Мои годы, мое богатство. Сны не рассказываю, но иногда приходится, я говорю, два человека к нам приходят, а я в это время по артистам там в театрах искал мастера художественного слова. Мне нужно закончить масонство, 14 лет отдал насчитать. О христианах 20 века, которых у Дмитрия Ростовского нету, он раньше жил. И архипелаг в ГУЛАГ насчитать. Я еще не рассказал, в это время в Дерь уже встречаться. Два человека. Я говорю, мы были как под скалой, один уходит, а мы остались под скалой, это значит, как бы не придавило. Так и будет. Который остался, ему потом он себя за Кришнаита выдавал, голову отрезал и бросил на престол. Но мы все сделали. И кому надо это послушать его голос, зайдите на наш сайт, если не знаешь, меня спроси, и вы увидите. Материалы какие? 20 век, христианство, масонство и архипелагу Лаг Солженицына. Он начитал, помогал. Голос именно тот, который, мне казалось, он таким должен быть, у чтеса такого. А почему никто этого не делал? Да откуда я знаю, почему? Библию, начитанную перепиру пустить, чтобы первым мне Бог доверил, доверие вызвал Божие. Я первый насчитал 12 томов Златоуста, на пленку и просто так, а чистая запись, чтоб шла. 12 томов Жития Святых, 5 томов Доброта, Любия, Григория Дещенко, 4 книги, 4, и каждая по 800 страниц. Сколько время ушло? Почему никто это не сделал? А пленки, катушки, 375 метров, 8 часов, 20 минут на каждое. А они разъехались, перешли границу, там в Аргентина, это уже Америка, туда. Вот как. Почему? Да не могу я ответить на эти вопросы. Я вижу, что книг нету. Вот так. Симфонии не было на неканонической книге. Я его самостоятельно стал делать. В течение года, 5 на 5 этих книг, которые неканонические, книги, надо было все это записать, выстроить, какая буква по алфа, это куда, что, потом отпечатать это все, экземпляров 8. Почему никто не занимался этим? Вот теперь, когда мы издали, у нас есть на неканонической книге отдельно, там 18 корректоров у меня было и до конца никто не дотянул. Это не выскажешь, какая работа, это по цифрам, каждая буква, какая по алфа эту, вот, все, даже всегда, в седу, по алфа эту, следующая буква за ней тоже по алфа эту идет. Ну, попробуй маленько где-то. Состав симфонии на одну главу какую-нибудь. И ты увидишь, что у тебя получится. Я все время добавляю, у меня нет гуманитарного церковного образования, нету. И я не нуждаюсь в этом. Потому что, которые говорят, о Академии кончают, ничего. Все по-другому выглядит, когда Господь с тобою. У меня обращение было, ну, там, пять минут, там, помолились, но мне больше двадцати минут. Мне одновременно Бог дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Огонь по всем костям разлился, как у Иеремии. Это то, и делает Бог по благодати все это. Господь видел мою жажду и так сразу дал все. Я сколько проповедовал, через три месяца уже стоял за капитрой. А златоуста-то я не имел. Блаженного Пепелакта в руках не было. А когда встали они у меня, я их переписал, отпечатал, я говорил то, что там написано. Откуда бы я это знал? Бог делает это. Его благодать берет самое негодное. Поэтому слово гордость, прелесть, я вообще не знаю этих слов. Все это от пустоты. Если ты с Богом, какая гордость, какая гордыня? Чем? Когда я в прах и пепел. Мы каждый день молимся. Будь милостив ко мне грешному. Бесчиславец и грешил. Какие еще молитвы-то надо считать? Боже, будь милостив ко мне грешному. Каждый день мы это считаем. А если ты грешный, значит, дальше уже расчет будет. А мы каждый день согрешаем, сами того не зная. Вот так, Павел. Вопросов после нету. Это тоже достижение. Значит, предыдущие вопросы люди устроили. Или что-то возьмет Александр. Он сколько задавал. И ни разу не было, чтобы он был не согласен. А вот что такое прелюбодеяние? А что такое любодеяние? Ну, начинает это где-то. Я один раз отмечаю кратко многое в немногих словах. Почему? Повеление Божие. Я часто спрашиваю, молодые люди идут, о чем мы сейчас разговаривали? Встают, перемигиваются, не знают о чем. А выйду? У меня все время в голове, или проповедь слагая, или что, притом не просто отрывками, а с запятыми. Она тоже весьма необычная. Это Бог делает так. Вот я в Москве, когда бываю на Берсеневке, отец берел сахаров. Он сразу меня переодевает и на проповедь. Вот приехал, здесь сейчас я не вижу, отец Наум, Грузия. Он тоже меня говорить, проповедь. И тут же два или три переводчика. А до этого больше никто не приезжал. А когда были, молчком побыли, и все. Это Бог дает, отмечает, вот эти рамки, ты из них не выходи. И не поворачивай назад. взявший гриторалу, то есть плуг, и обрящийся вспять неуправен для Господа, то есть ненадежен. И ты все время понимаешь, это сегодня последний день, и чем я предстану. Вот я открыл 135-й псалом. Я сразу заявил, первый стих я сказал проповедь, а там, кажется, 26 стихов. Я сказал, 26 проповедей будет. Завтра я буду говорить на второй стих. На каждый стих проповеди. Вот у нас в университете мы Царю Небесный пелем. Я однажды решил объяснять его. Я его объяснил за 60 проповедей, сказал. Царю Небесный утешите или души истины. 60 проповедей. Одну-то не скажет человек. Почему? Этим ты живешь. За каждой буквой ты видишь благодать Божия. И что, никто не противоречит? Нет. Такого нет. Записки, когда присылают, я поэтому вижу. У нас не принято, чтобы кричать. Дисциплина, строгость. А так распустили, может, я не знаю. У тебя врагов сколько? Давай поговорим. Сколько у тебя врагов, которые против тебя идут здесь в интернете? Павел, нету. Нету. А почему нету? Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Господь говорит, гнали меня, пророков гнали. Кого не гнали? Все гнали. А у вас? Я даже думать не буду, сколько у меня. Я знаю, в черный список, говорят, уже 30 тысяч занес только кулителей. Я за ночь встаю, 71 звонок с угрозой. Вот телефон. Почему? Потому что все в точку. И они где-то там находят, заходят, и они как бешеные делаются. Вот у нас был тут один с Украины, и они когда уезжают, они совершенно бесноватые. За каждое слово выигрывает в нем что-то. Была оказана честь, принятый был, питался, ел, пил, спал, ушел туда, как будто семь злейших человека вошли. А что ему отвечать? Никогда не отвечаю. Зачем отвечать? Если он избранный, Господь покажет ему, а нет, это бесполезно говорит, он вылупается там. Почему? Или его там прижали, я так считаю, прижали его. Ездил туда, кто там такой? Он сказал, у меня был. Если у меня авторитет какой-то, низвергнуть. И он заходит, такую скверну говорит, мне до того смешно. Выискивать-то ничего нету. Нету. А раз нет, ничего и нет. А ему, значит, видимо, там условия, иначе пойдешь воевать. У них он сейчас по альтернативной основе, может было, как у нас сейчас, в Украине отменили. Для баптистов, протестантам есть, могут они там служить, но не с оружием. Для православных нету, винтовку в руки иди. Разве справедливо? Кришнаи там разрешается. Вот какое дело. Тоже надо знать, почему. Далеко залезли. Я пояснил как-то, тут у меня ролик стоит, почему так вот случилось, почему войска пришли туда, по-другому никак не могло быть. и когда люди говорят, вот такие оккупанты пришли, да будь он там на президента, ну это пустота. Попятились, далеко пошли, и чем это кончится? А почему? Потому что вся зараза, все церковное вот это извращение, все с Украиной пришло. И когда от них тут сколько архиереев ездят, до того они злобные. Вот у нас только дали на Алтай тут, до этого, который не знает, не разговаривал, но только кто-то сказал, что деревня строится православная, и туда священник ездит. И он сразу всех созвал и предупредил, кто поедет туда, значит будет выгнатый, все. Ни разу не встречался, не видел. Господь убрал его, а теперь митрополит с родным отцом меньше было бесед. Ну кто знает, кто был, как он приезжает два раза году потеряем и секретарь, и хористы там и того-то и нету. И как будто он наш архиерей, хотя мы патриархии никак не подчиняемся. Ни одного дня мы у них не были. Нельзя, они сразу растерзают. Наше положение такое. Вот так. полное молчание. Ну еще, наверное, молиться надо. Да, молчат Дигнатихович тогда. Хорошо. Я буду спрашивать, пускай как ответят. так. Надо посмотреть. Любовь от Нашевкина есть? Есть. О, а что так долго молчала-то? Так плохо открывается. Христос во воскресе пропоют братья сейчас. И сразу помолиться своими словами. Поблагодарите Бога и в конце прославьте Святую Троицу и громко скажите Аминь. Согласны? Да. Всего вас слава Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Ангел вопияши благодат нечистая днева радуйся и покирику радуйся твой Сын воскресе тридневе над гробом и мертвые воздвигнули люди веселитесь святись святись о новой Иерусалиме слава Бога Господня на тебе воссия ликуй и ныне веселись о Сионе ты же чистая красуйся Богородице о восстании Рождества Твоего Господи Иисусе Христе Сыне Божий я благодарю Тебя мы все Тебя благодарим милосердный наш Господь за то что Ты нам даешь собираться в это мирное время за веру которую Ты дал мне я благодарю Тебя Господи за наше содружество за братьев и сестер за отца моего духовного Игнатия Господи благослови всех всячески и веди нас Господи по этому пути тесному но ведущему в царство Твое Господи милосердный продли еще это время чтобы мы потрудились во славу имени Твоего и больше благовествовали и приводили людей Господи в церковь Твою святую да будет благословено и прославлено имя Твое Господи Отец Сын и Святой Дух во веки Аминь 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 Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос